Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и я продолжаю обзор своего выступления на фестивале Moscow Open 2022. И в партии третьего тура я играл против международного мастера Владислава Назрачева. Надо сказать, что эта партия игралась уже второй партией в день, так что мы оба были достаточно уставшие, никто из нас не готовился. И это сказалось на ходе борьбы. В партии достаточно много ошибок и много моментов, где оценка позиций менялась кардинально. Ну что ж, давайте приступим к обзору партии. Я играю черными, Владислав начинает ходом Е2-Е4 и я, естественно, избираю французскую защиту. Итак, мы идем в вариант винагера. В принципе, я опасался, что ко мне будут готовиться в этом турнире против варианта винагера, поскольку я играю его абсолютно постоянно и мои партии доступны в интернете в свободном доступе. Но эта партия игралась второй партией в день и у соперников просто не было времени, чтобы как-то подготовиться. И вот в этой позиции после взятия на Д4 самое принципиальное взятие пешки на поле Ж7 вы с вами еще увидите в этом турнире. Но здесь Владислав делает ход слон Д3. Тоже довольно хитрый, ядовитый ход, который предложил гроссмейстер Парамиджан Негип в своей книге. И я тоже подробно разбирал этот ход в своих видео. Здесь сильнейшим ходом является выход ферзя на поле А5. Связывает пешку С3, белый защищает эту пешку конем и потом короткая рокировка. Интересная тоже позиция. Белые успели вывести слона на поле Д3, однако не успели съесть пешку на поле Ж7. Самым принципиальным ходом за белых здесь является ход слона на поле Ж5. Эту позицию я подробно разбирал в партии Екатерины Лагерно против Гангули, индийского гроссмейстера. Эта партия разобрана у меня на канале, так что кому интересно посмотреть, как черные защищаются в позиции после слона Ж5, я отсылаю к этой партии. Ну а в нашей с вами партии Владислав просто не смог вспомнить всю теорию, не смог вспомнить как развивать инициативу и сделал в принципе безобидный ход слон Д2. Защищаю пешку С3 и провоцирую меня на взятие. Я взял, он забирает слоном, но я делаю самое естественное наступление ферзя на поле С7. Надо сказать, что в принципе дослужил внимание и ход ферзь Д8, поскольку главная идея белых это перевести слона на поле Д6 и в этом случае мой ферзь не попадал бы здесь под темп. Но ферзь С7 кажется очень логичным ходом. Мы держим под прицелом центральную пешку Е5 и кажется, что слон никуда не может пойти. Однако все равно следует ход слон Б4. И неожиданно выясняется, что пешка Е5 неприкосновенна. Я тут считал такие варианты, то есть ферзь Б4, нападая на ладью, и если белые играют слон Ц3, то у меня есть ход Х5, сбивая белого ферзя с линии Ж. Ну и в принципе эту позицию можно защищать за черных. Однако вместо того, чтобы немедленно играть слон Ц3, намного сильнее вначале побить пешку на Х7 и только потом слон Ц3. И вот здесь АНГ на пешку Ж7 обеспечивает белым победу. Черным приходится просто отдать ферзя, чтобы не проиграть партию немедленно. Так что пешка Е5 неприкосновенна. Я сыграл конем на поле Ц6. Слон Д6 последовал ход. Здесь вторая тактическая возможность. Можно было попробовать побить пешку на Е5, контратакую ферзя. Но беда в том, что здесь следует опять же слон Бит Х7 шах, ферзь Х5 и забирают белые ферзя. Так что этот вариант тоже не годится. Приходится отступать ферзем с шахом на 5. Белые перекрываются пешкой. И возникла вот критическая позиция на выходе из дебюта. Здесь перед черными стоит задача, как завершить развитие фигур и поэтому не попасть под атаку. Как вы можете обратить внимание, белые пожертвовали пешку. И нельзя сказать, что они прям очень сильно опережают черных в развитии. Черные все-таки успели сделать рокировку. Их король пока достаточно надежно себя чувствует. Ну и здесь, конечно, по-разному можно трактовать позицию. Например, Владислав после партии сказал мне, что больше всего опасался хода Ф6. Подрывает центр. Мне этот ход не нравился из-за хода ферзь Х4. Но оказывается, что можно спокойно сыграть А6. И белые здесь никак не могут извлечь какую-то выгоду из ослабления позиции короля. Например, короткая рокировка. Черные устанавливают ладью на поле Ф7. Ну и возникает следующая позиция. Конечно, у белых есть компенсация за счет двух слонов. Но все-таки пешка есть пешка. И какой-то атаки против моего короля немедленно создать не удается. Также, помимо хода Ф6, я достаточно внимательно рассматривал ход ладьи на поле Е8. С идеей вывести коня на Ф5 и тем самым прогнать слона с поля Д6. Но лично мне не нравился этот ход из-за того, что белые могут сыграть в ферзь Х3. Нападая на мат, я должен играть А6, получается. И Ж4, просто не пуская моего коня на поле Ф5. Потом еще и Ф4 где-то сыграют белые. И это мне казалось максимально неприятным. Однако, движки показывают, что у черных здесь есть контрудат Д4. Ну и, например, на Ф4 просто забираем пешку Ц3. На короткую рокировку конь выходит на Д5. И эта позиция оценивается в пользу черных. Так что, в принципе, вариант ферзь Х3 не опасен. Владислав сказал, что вместо ферзь Х3 он собирался просто делать короткую рокировку. Я бы сыграл конем в 5 с большим удовольствием. И здесь Владислав собирался побить-побить и отступить ферзем на поле Ж3. С идеей коня через Ф4 отправить на поле Х5 ставить мне мат. Но беда в том, что темп-темп черные успевают защититься. Они играют слон Е6, отступают королем в угол и ладью ставят на Ж8. После чего возникает примерно равная борьба. Однако, лишняя пешка сохраняется именно за черными. Так что, в принципе, вариант ладья Е8 тоже был возможен. И движки подсказывают мне третий вариант развития событий. Это ход коня в 5. Немедленно жертвы качества. То есть, взятие на Ф8. Здесь взятие на Е5 с нападением на ферзя и слона. Размен на Д3. Взятие на Е8. И вот эту позицию движки оценивают даже в пользу черных. Слоны две пешки против ладьи. Зато мы полностью уничтожили белый центр. И нашему королю ничего не угрожает. В общем, было у меня достаточно много альтернатив. Но, в итоге, я склонился к ходу Ф7, Ф5. Как к наиболее надежному продолжению. Владислав отступает в разъем на поле Ж3. И здесь, ну, Владислав ждал от меня хода ладья Ф7. И, в принципе, это был сильнейшим ходом в позиции. С идеей потом сыграть слон Д7. И защитить пешку таким способом. И сгонять слона с поля Д6, конем с поля С8. Это повело бы к примерно равной игре. У белых есть компенсация за пожертвованную пешку. Но черные достаточно крепко расположены. Однако, я сделал ход ладья Е8. Идея хода в том, чтобы сохранить поле Ф7 для коня. То есть, я хотел перевести коня вот по такому маршруту. И комбий здесь располагался действительно идеально. Он бы согнал слона с поля Д6. Атаковал бы центральную пешку Е5. Но беда в том, что конкретно по ходам эта идея не проходит. Итак, короткая рокировка. Я играю конь G6, Владислав H4. Я веду коня по уже установленному маршруту. И здесь после хода конь F4 неожиданно выясняется, что я не могу поставить коня на поле F7 из-за хода конь H5. Грозит мат в один ход. Ну а на G6 просто конь F6 шаг. И я остаюсь без ладьи. Получается, весь мой маневр коня привел к тому, что мой конь запер теперь в углу доски. И я не могу этому конем сделать ни один ход. Самое умное, что мне пришло в голову, это съесть пешку на поле C3. Получить хотя бы вторую пешку за такое убогое расположение животного в загончике. Ну и в этой позиции Владислав, конечно, меня амнистирует. Самым опасным было бы выставить ладьи на открытой линии. Например, вот таким вот способом. И черные буквально нечем ходить. Они скованы по рукам и ногам. Конь никуда не может выйти. На коне F7 немедленно конь H5 следует. Слон тоже не может выйти. Приходится просто стоять и ждать своей участи. Однако Владислав спешит создавать конкретные угрозы. Играет конь H5, и это позволяет моему коню вернуться на поле G6. Позиция вновь становится неясной. Комбит G7. Владислав делает ставку на атаку. И на коробе G7 H5 пытает вскрыть позицию короля. Но по сути это только размен коней. Конечно, нельзя бить центральную пешку. Например, на комбит E5. Белые просто забираются ладьей на обжорный ряд. И такую позицию невозможно держать с королем на поле F6. Здесь у белых абсолютно выиграно. Но я решил просто вернуть ферзя в тыл. Размен-размен. И на ладья B1 ферзь отступил на поле D8. И так возникла следующая позиция. Смотрите, у меня уже две лишние пешки. Моему королю, в принципе, ничего конкретного не угрожает. И я достаточно с оптимизмом смотрел в будущем. Не видел каких-то конкретных угроз со стороны белых. И сыграл ход ладья H8. Уже после следующего хода Владислава я сильно пожалел, что так спешил поставить ладью на открытую линию. Вместо этого я думал, что можно было сыграть пешкой на H6 и воспрепятствовать следующей идее белых. Пешкой на H6 действительно был бы достаточно сильным ходом. Владислав после партии сказал, что собирался играть слон C2. С идеей перевести слона на А4 и надавить на коня таким способом. Но теперь, во-первых, намного выигрывает в силе ход ладья H8. Поскольку я успеваю сыграть ферзь H4. Размен, 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 размен. И перебросить ладью на поле C4, что приводит к равному эншпиду. Ну и кроме того, в этой позиции вместо того, чтобы выскакивать ферзь на H4, есть интересная попытка поиграть на победу. То есть сыграть G5, взятие, взятие. И здесь ни в коем случае не выгодно бить пешку C6 и дохода к король G6. И вы не поверите, черные перехватывают инициативу. Король на поле G6 расположен очень удачно, надежно защищен своими пешками. Ну а черные хотят сыграть ладья H4, ферзь H8. И потом по линии H создавать прямые угрозы белому королю. В то время как белые на ферзьевом фланге, по сути дела, никого не могут атаковать. Так что это взятие пешки на C6 было бы невыгодно белым. Но зато у белых есть довольно забавное повторение позиции. Может сыграть слон C7, отвлекая ферзя от защиты пешки G5. Ну и на ферзь E6 обратно слон D6. И вот так вот партия бы закончилась в ничью вечного нападения на черного ферзя. Так что действительно надо было сыграть в этой позиции А6. Это был бы самым надежным ходом, ведущий к равенству. Однако я делаю ход ладья H8 и пропускаю следующий ответ Владислава. Слон А6 подставляет на зрачок слона под бой. И немедленно заставляет в моей голове разболеться. Поскольку на взятие ладья забирает на C6. И здесь я не видел защиты от вторжения ладьи на 7 ряд. Это мне казалось очень неприятным. Я считал всякие ходы типа ладья H7, шах и король H8. Таким способом пытаясь защищаться. Но здесь у белых очень много путей к стяжению перевеса. Например, есть такой ход как ладья E7. И на взятие шах на H4. Потом взятие сюда. И ладья B3 переходит по третьему ряду. И белые в итоге побеждают. Так что действительно позиция черных на грани поражения. Однако черных выручает все тот же ход G6, G5. Этот ход, который я за партию так и не смог поднять. G5 с идеей перевести короля на поле G6. И здесь в принципе я достаточно надежно располагаюсь. Шах отступил. Слон Е7. Можно пожертвовать ладью таким вот способом. отыграть ладью. Но кроме вечного шаха здесь у белых ничего нет. И партия должна завершиться в ничью. Так что в принципе ход слона 6 не страшен. Можно было даже побить этого слона. Но только потом надо было поднять ход G5. Я же запаниковал в этой позиции. Позиции с белой ладьей на 7-ом айду мне совсем не нравились. И сыграл ферзь D7. Ход, который должен был немедленно проиграть партию. Надо было только найти ход ферзь G5 за белых. Вторгаясь на черные поля. И после взятия ферзь торгается на F6. И потом ладья бит C6. Заканчивает партию. Поскольку нельзя бить эту ладью. И за ферзь бит G6 мат. Не знаю почему Владислав не смог досчитать эту позицию. Вместо этого он отступает слоном на поле B5. В принципе это сохраняет перевес за белыми. Но все-таки черные теперь могут защищаться. Я прикрываю черные поля ходом ладья H5. И А4. Следующая ошибка Владислава полностью выпускающая перевес. Необходимо было сыграть F2-F4 для того, чтобы воспрепятствовать движению моей пешки на G5. Но видимо мы оба недооценили этот маневр. Что я не видел хода в пешке на G5. Что Владислав недооценил силу этого хода. Он играет А4. Просто усиливает давление на ферзьевом фланге. И я нахожу правильный ход. Но не с правильной идеей. Ферзь D8. Избавляясь от связки. Но моя идея была в том, чтобы бросить ферзя на поле H4. Но на самом деле намного сильнее перевести ферзя на поле H8. С идеей начать матовую атаку по линии H. Ну что ж. Владислав забирает на C6. По сути это неправильный ход. Необходимо было играть F4. На что все равно бы последовало G5. Ну в идеале бы последовало. В партии не факт, что я бы так сыграл. Однако последовало взятие на C6. Взятие. Взятие ладьей. И вот эта самая ключевая позиция всей партии. Здесь по сути дела я сыграл ферзь H4. Предлагаю размин с ферзей. Был очень доволен, что удается смахнуть ферзей из доски. Но в этом эншпиле без ферзей я не смог просто спасти позицию. Поскольку белых очень активная фигура. Мой король слаб. Ладьи заходят на обжорный ряд. И здесь ничего нельзя было сделать. Давайте посмотрим, как закончилась партия. Владислав играет слон Есей, нападая на ладью. Здесь выясняется, что я еще и не могу брать эту пешку из-за шаха. И потом ладья переходит по третьему ряду на H3 и просто мотует моего короля. Поэтому пришлось ладью отступать в пассив. Белые сдваивают ладью по линии С. Заходят ладью на C6. Мне приходится куда-то слоном выскакивать. Но тут я еще как-то надеюсь защищаться после взятия пешки и F4. Вот таким способом подключаюсь слона к защите. Но Владислав не дает никаких шансов. Он сам ставит пешку на F4. Следующим ходом забирает пешку на Е6. Ну и здесь уже, по сути, грозит взятие пешки G6. Поэтому я защищаю ладьей очень неуклюжим. Белые переводят ладью на обжорный ряд. Я увожу пешку из-под боя и Е6. Мощнейший ход. Теперь просто грозит отступление слона. После чего на взятие белые побьют пешкой, естественно. Эта пешка просто пройдет ферзи. Поэтому я пытаюсь из последней всего защищаться ходом G5. Но размен ладьей. Шаг пешкой. Шаг ладьей. Взятие ладьи. И белые пешки просто проходят ферзи. Так что здесь я просто поездам в свое поражение. И это было первое мое поражение в турнире. Достаточно обидное. Поскольку в позиции после 29-го хода вместо хода ферзя на поле H4 у меня был все тот же ход, позволяющий мне оставаться на плаву. Это ход G6, G5. С идеей увести моего короля на поле G6. И как ни странно, после этого хода черные даже перехватывают инициативу. Поскольку король их идет на поле G6. Ферзь готов встать на поле H8. И атаку по линии H никто не отменял. Ну например, следующие варианты возможны. Шаг. Король идет вперед. Здесь белые должны играть F2, F4. Делая форточку до короля. По сути это единственный ход. И дальше начинают строгие компьютерные ходы. Ферзь E8. Ну совершенно не факт, что я сделал бы этот ход. Вот, нападая на пешку А4. Идея в том, чтобы отвлечь ферзя с поля G3. И только теперь сыграть ферзь H8. Белые играют короля в 2. Ладья H4 нападает на пешку. Белые забирают на G5. Шаг. Король возвращается. И ферзь выходит на H4. Грозит ни много ни мало. А матовая атака после ферзи в 2 шаг и ладья H4. Поэтому необходимо играть слон C5. Прикрывая черную диагональ. И здесь еще один тонкий ход. Ладья B8. Становится ладьей прямо под бой. Естественно нельзя бить ладью на B8. И за шага сюда. И опять же матуют. Ну не матуют, но выиграют ферзя черные. Поэтому необходимо белым отступить ладьей. Уступая тем самым открытую линию. И следует ход D4. Перекрывая диагональ до слона. И все-таки желая прорваться ферзем на поле F2. Сломбят D4. Единственный ход. Теперь в случае взятия ладьей на D4 следует ферзь F8. И здесь фантастическая позиция. Атака на моего короля. Король бежит куда-то вперед. Убегает на G4. И в этой позиции после ладья B6 на доске равенство. Хотя конечно мой король расположен. Но очень опасно. Однако вместо того, чтобы забирать слона на D4. У черных есть очень сильный ход. Ферзем на поле H8. Прикрывая тем самым поле F8 от вторжения черного белого ферзя. И готовим ход ладья H4. С матовыми угрозами белому королю. Слон F2 например. Отступаем слоном от подбоя. Прикрываем поле H4. Но тогда ладья B2. Шаг на H4. Шаг на D4. И слон B7. С идеей подключить слона ладью прежде всего к атаке. Через поле H8. И здесь спасает вы не поверите только ход ладья G7. Шаг. Только этот ход приводит белых к равенству. Отдаем ладью. Ферз вторгается в атаку. Вечного шага здесь никакого нет. Однако после взятия пешки на F5. Мой король находится в слишком большой опасности. И лишний слон не помогает мне выиграть эту партию. Партия должна завершиться в ничью. Конечно если соперники будут играть точно. Вот собственно так могла развиваться партия. Примерно если бы я поднял ход G5. То есть абсолютно не ясно как закончилась бы игра. У черных достаточно простая игра. Короля на G6 поставить. Ферзя на H8. И атаковать по линии H. А вот белым приходится изобретать. Что-то невероятное для того. Чтобы удержать эту позицию на плаву. Ну что ж. Не смог найти такой достаточно простой ход. Сыграл Ферзь H4. Ну и в Эншпиле просто партия завершилась. Легкой победы белых. Кому понравился обзор. Не забывайте ставить ваши лайки. И подписываться на канал. Посмотрите также обязательно партию. Екатерина Лагно против Гангули. Которая была разыграна этим вариантом. Там подробно разбираются все возможные реакции черных. И как черных в принципе защищаться на ход белых. Слон G5 в дебюте. Ну а с вами был Евгений Шувалов. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин